добрый день моя тема посвящена очень важным проблемам и я назвал как избежать ошибок фармакотерапия при хронической сердечной недостаточности и главное на что нам необходимо обратить внимание как практикующему врачу для этого конечно мы будем пользоваться самыми последними рекомендациями российской рекомендации вы видите 20 года европейской рекомендации 21 года и вот самая последняя рекомендация это американская рекомендация которая опубликована буквально недавно в апреле месяце этого года конечно актуальность актуальность огромная мы понимаем что в россии очень много пациентов сердечной недостаточности достигает 15 миллионов но из них 6 миллионов страдает высокой степени функционального класса 3 и 4 и конечно это определяет большие затраты на прямые так скажем затраты на лечение наших пациентов и наверное последний интересный факт это то что по европейским данным имеется очень высокий процент ложных случаев диагностики хронической сердечной недостаточности точки зрения хотел бы представить один случай типичный случай это пациентка который жалуется пришла на прием с адышкой сердцебиение со слабостью потливостью с пастозностью стоп ног у нее повышено давление ускорен частота дыхания границ правда не увеличена но на их кардиограммах отрицательные зубцы т и конечно некоторые из врачей могут увидеть и все признаки так сам основные признаки какой считает сердечной недостаточности и вот надо обратить внимание что очень часто это наблюдается так называемая ложная диагностика сердечной недостаточности она может быть при начальных стадиях тиритоксикоза при аномениях и ведь сосудистой дистонии по кардиальному типу и вот последние годы в связи с ковид инфекцией с поражением центральной нервной системы к нам обращаются пациенты с такими жалобами но соответствуют всем признакам последующим сердечной недостаточности поэтому на сегодняшний день чтобы поставить хсм нам необходим эти четыре главных позиции и первый я выделил это жалобы клинические признаки надо отметить что их очень много по рекомендациям российской федерации их насчитал 40 симптом типичных и не типичных специфичных менее специфичных для практики это не совсем я бы считает удобно 40 симптомов поэтому мне представляется очень интересным и полезным для практических врачей вот это простая простые диагностические критерии которые еще были предложены очень давно американской ассоциации кардиологов вы видите это большие критерии и из которых имеет два этих критериев как отек легких или перегрузка венозного систем кровообращения увеличение границ сердца 3 добавочный то два критерий и уже диагноз у нас определенный мы имеем дело сердечной недостаточности или один из этих больших критериев но плюс два малых критериев а не менее специфичных а дышку давляемся их кардией ночной каши увеличение печени двухсторонний отек лодыжек жидкость плевра и снижение жизненной емкости вы видите это не только при сердечной недостаточности но и при ряда совершенно других заболеваний поэтому они малые критерии вот когда не имеется прилагается большого одному критерий вот два из этих критерий то тогда диагноз будет определенным можно также учитывать и снижение веса в ответ на лечение сердечной недостаточности поэтому когда мы говорим о сердечной недостаточности мы должны иметь два больших или один большой и два малых критерий а далее мы с вами перейдем к другим моментам доказательства сердечной недостаточности как наличие систолической или диастолической дисфункция на их хочется определяется по эхо кардиографии это важно для того чтобы правильно лечить наших пациентов и определение на 3 уреческих криптидов поэтому об этом сейчас очень много говорится но нужно подчеркнуть что эти данные принципе используются в основном для исключения диагноза ксм для оценки эффективности и в меньшей степени для подтверждения сердечной недостаточности потому что ряд других заболеваний могут сопровождаться повышением на 3 уреческих криптида а теперь перейдем к ошибкам ошибка введение пациента сердечной недостаточности когда мы точно поставили уже что пациент имеет сердечную недостаточность первое это отсутствие этиологической терапии сердечной недостаточности начнем с этой момент очень важный момент потому что не зная этиологии заболевания мы не решаем стратегический момент терапии сердечной недостаточности конечно очень просто когда диагноз на лицо реальной гипертонии и шимическая болезнь сердца или перенесенный инфаркт которые являются основной причиной сердечной недостаточности но в ряде случаев она достигает большой процент когда имеется скрытые причины вот на эти скрытые причины все рекомендации ссылаются и так определяет что необходимо искать найдя их мы определяем успех терапии особенно американские рекомендации последний алкогольная кардиомиопатия миокардиты особенно хронические или подострые формы сейчас правда их не выделяют но вот хронические формы вирусы хламидин безболевые формы ибс кемохроматур сарк и доз генетические семейные дкмп надо как говорится доходить до причин искать их эти причины и естественно лечить основное заболевание это определяет успех лечения вот пример 32-летняя женщина которая 6 месяцев страдает ходят в поликлиника в клиниках с миокардитом с неэффективностью терапии у него величины сердца фракции выброса не низкая и нашей клинике мы обратили внимание на боли в пяточной кости приходит пациента не может открыть из рот из-за боли часть лицевом суставе и мы заподозрили инфекцию инфекцию которая мы определили с помощью пациент крови на хламидии и диагноз изменился там звучат эти логические болезни рейтерс висцерализации под острыми аккордит второй степени тяжести а дальше поражение артрита и вот лечение специфическое лечение антибиотики позволило прийти и достичь выздоровление нашей пациентки второй очень важный момент неадекватный контроль триггеров декомпенсации это несколько другая ситуация мы сейчас будем говорить о триггерах триггеры когда мы говорим о триггерах это прежде всего самые частые триггеры нарушение режима диеты решимое лечение психоэмоциональный стресс очень часто используется нпвп и конечно на радость когда пациент хорошо себя чувствует он позволяет себе излишество и естественно вино потребление пищи сырьевых продуктов и вот срывается компенсация сердечной недостаточности это самый частый причин но мы также должны помнить что неконтролируемое давление криз предположим или острый шимин или застойная пневмония она тоже провоцирует декомпенсации сердечной недостаточности и к нам поступает пациент и не поняв это нам сложно лечить наших пациентов застойная пневмония антибиотики другие моменты острый шимин конечно совершенно другой подход к декомпенсации хсн а теперь позвольте остановиться на основных ошибках фармакотерапии здесь я бы выделил два главных момента это отсутствие профилактики сердечной недостаточности у пациентом с установленным заболеванием сердца без признаков сердечной недостаточности на это особо подчеркивается в американская рекомендации двадцать второго года которая выделила вы видите стадию а сердечной недостаточно когда только иметь его риск это без симптомов сердечных пациентов без симптомов сердечной недостаточности без структурных пиомаркерных признаков поражения сердца но уже имеет заболевания которые могут привести к сердечной недостаточности вторая стадия это при б стадии б при сердечной недостаточности также отсутствует сердечная недостаточность и наличие одного из признаков или структурно или функциональное или повышение натриуречки пуптинов пептинов или тропонин мы видим что здесь уже есть поражение сердца но нет признаков сердечной недостаточности и стади c есть уже сердце симптомы сервис недостаточности на фоне структурных поражения а стадии б это уже выраженная признаки сервис недостаточности часто госпитализации и вот я обращаю и внимание на сегодняшний день на стадию а и б когда пациент или имеет риск или имеет уже поражение структурно и функционально но нет симптомы сердечной недостаточности давно с 92 года исследования пациентов которые не имели сердечных недостаточных без симптомов но имели уже сниженную фракцию выброс и налоплил дал великолепные результаты по снижению развития госпитализации больных сердечной недостаточности развития смерти и самого факта развития сердечной недостаточности и многие препараты в показали такую способность предотвращать признаки сердечной недостаточности поэтому опять возвращаясь к американским рекомендациям вот фазе риска у пациентов с сахарным диабетом с высоким риском кардиоваскулярной тактарной патологии предложат назначать глифлозины не только для контроля сахара но прежде для предупреждения сердечной недостаточности а в фазу b когда тоже отсутствие признаки сердечных недостаточных есть уже поражение сердца все группы имеют право для того чтобы и должны быть включены для того чтобы предупредить развитие сердечных достаточно ингибиторы сортаны бета-блокад и конечно же второй очень важный момент в лечении в ошибках фармакотерапии это неадекватные последовательность назначений и титрации препаратов первого класса вот эти препараты где на первом месте мы видим ингибиторы и арни кстати европейской рекомендации говорят что арни может быть первым препаратом а дальше все известны наши препараты бета-блокаторы антигонист минерал кортикорецепторов кортикостероидных рецепторов даппоглифлозин эмпоглифлозин ворвался буквально в эту первый класс препаратов и петлевой диуретик при задержке жидкости несколько изменился подход к выбору блокаторов ренин анкитензинной системы американских ассоциаций кардиологов посмотрите на первом месте при функциональном классе 2 и 3 рекомендуется армии ингибитор apf означается рекомендуется при отсутствии этого препарата армии ассортаны переприбили назначается при непереносимость ингибиторов и отсутствие армии то есть мы видим что в судебных штатах армии становится первым препаратом выбора в блокаде ренин анкитензиновой системы почему я задумывался и мы задумывались о том почему именно армии мы знаем что ингибитор apf препарат которая может дать феномен ускользания благодаря химазом пути превращения анкитензина 1 в анкитензин 2 теряется эффективность и в контроле артериальной гипертонии и сердечной недостаточности другой стороны мы знаем что ингибитор apf могут приводить сухому кашле и периферическим отеком ассортаны в этом смысле лишены этих побочных эффектов они блокируют рецепторы кангитензина 2 ангитензин 1 а уже по здесь по рецепторы 2 оказывает вот этот эффект лизиса спазма периферических сосудов армии у нас состоит из двух препаратов вальсартан и сахупитрил то есть мы видим вот комбинации этих двух препаратов естественно будут и лишены тех побочных эффектов ингибиторов apf и с другой стороны сахупитрил даст потенцирующие такой же эффект в лечении сердечной недостаточности и вот исследование парадигм показал что действительно армия намного эффективнее предупреждает смерть и госпитализацию по сравнению с малоприлом это хорошо известное исследование конечно и на сегодня сортаны это уже препараты второго ряда и они естественно предназначены при непереносимости или эффекту скользания ингибиторов apf или отсутствие препарата армии только 3 препарата своих инструкциях имеет показания как сердечный достаточный скандосартан вальсартан и лозартан далее переходим мы с вами к бета-блокатам здесь тоже могут скрываться моменты ошибок и надо конечно учитывать что только четыре препарата по европейским рекомендациям имеют право использоваться при лечении сердечной недостаточности они жирорастворимые они предупреждают apoptos они конечно позволяет восстанавливаться сердечной мышцы и вовлекаться в последующем сократительный момент сердца надо сказать что американских рекомендациях не биволол отсутствует они рекомендуют только эти три препарата ну и понимаем что водорастворимая бета-блоката как оттенолол это правило гидротартат не должны быть использованы так как они показали эффективность снижение госпитализации и смерти при сердечной недостаточности и вот третий важный препарат треугольного камня это адестерон синтезируемый над почечниками которые естественно наблюдают не только повышенной концентрации при сердечной недостаточности с целью сохранения кровообращения объема кровообращения но и выжирение синдром абструктивного поэтому этот вопрос очень важен и мы видим что в прошлом стоять это исследование которое известно как раз показал что вера шпирот спиролактон дает великолепно результаты снижения риска смертности на 27 процентов вот результаты последующих наблюдений клинических показали что препарат дает побочек не известно не прошу известно как гинекомастия причем болезненность крупных желез особенно мужчин от неприятно осложнение но более важно это киперкалибия а как следствие это поражение полчик развитие почечной недостаточности снижение липида маточное кровотечение все это конечно привело к тому что появился высокоселективный антагонизм минералокортикоидных рецепторов иплерот иплеринон так скажем которая нам известна очень доступный препарат на сегодня иплерот на сегодня который блокирует именно рецепторы на альдестерол поэтому этот препарат иплеринон лишь о тех побочных эффектов которые связаны со спиролактоном а мы видим что побочные эффекты по гиперкалибии по почте недостаточность по гинекомастии не отличается от плацебо и конечно является наиболее безопасным с наименьшими побочными эффектами которая выполняет роль блокирования альдестерона ну и конечно я с удовольствием представляю препарат иплерот который прежде всего действует как блокатор минералокортикоидных рецепторов имеет естественно защиту миокарда от фиброза прежде всего и усугубление сердечной недостаточности и уменьшение риска смертности это препарат испанский препарат европейского качества и высокого препарат который сегодня очень активно на сказание используется вы видите он по эквивалентности имеет не отличается от инспра мы видим что иплеринон как мы говорили предотвращает фиброз миокарда и сосудов поэтому предупреждают снижение сократимости предупреждает нарушение проводимости и замедляет прописирование сердечной недостаточности самое главное как мы говорили вот стяжение повторно госпитализации который показал лечение плеринона стяжает естественно и риск смерти потому что каждая повторная госпитализация многократно повышает риск смерти и второе исследование по эпиленону оно знаменательно потому что эта группа пациентов перенесших с инфарктами миокарда или с острым инфарктом миокарда у которых развивалась си или сердечная недостаточность или стяжение фракции выброса вы видите потрясающий результат назначение этого препарата приводила и к смерти не по любой причине к смерти любой причины и снижение и госпитализация и сердечно-сосудистой смерти и внезапной смерти на целых 21 процент а нарушение или развитие фибрилляции при питании предсердия уменьшил на 42 процента то есть это показывает об эффективности этого препарата естественно имея два таких препарата как и плевенон и спирлактон я хотел подчеркнуть некоторые особенности и преимущества в частности плевенона первое это хорошая переносимость отсутствие денег массе и герсудизм импотенция нарушение струального цирка второе выше безопасность реже развивается бики перкалибея или ухудшение функции почек и третье очень важный момент этот препарат может уже используется начиная со второго функционального класса сердечной недостаточности и у больных перенесших инфаркт миокарда и при дисфункции левого желудка другой стороны спирлактон обычно рекомендуется при назначении когда имеет сердечный недостаточность третьей четвертой функциональной класса или в случае острой декомпенсации кровообращения таким образом нашим распоряжение мы имеем эпилеренон который имеет два важных показателей как инфаркт миокарда показания и хроническая сердечная недостаточность начиная со второго функционального класса при дисфункции левого желудка менее 35 процентов ну и конечно его доступность и сочетается хорошее качество с хорошей доступности для наших пациентов ну и я позволю себе как и кажется логичной алгоритм последовать систем назначения и титрации препаратов до максимальных тос при хронической сердечной недостаточности основным ориентиром конечно мы как практические врачи понимаем ориентир причем безопасности это пульс и артериальное давление вот когда мы имеем ситуацию когда у пациента пульс менее 80 ударов минуты когда у пациента давление менее 120 миллиметров ртутного столба имеется систолического то кажется логичным начинать лечение с облокаторов ленин ангитезиновой системы затем добавлять бета-блокаторы конечно в последних и в наших российских рекомендациях и в европейских рекомендациях мы можем назначать одновременно блокаторы ленин ангитезиновой системы с бета-блокатором в малых дозах можно и такой путь выбрать и вот начинать конечно титровать дальнейшем конечно представляется более безопасно с блокаторов ленин ангитезиновой системы до максимальной переносимой дозы если мы видим этого недостаточно акция выброса не увеличивается тогда мы начинаем уже титровать бета-блокаторы то максимально переносимая доза а после этого мы подсоединяемся при недостаточной эффективности антагонизминералы картикоидных рецептов также титру их и вот четвертый препарат глифлозимы это новый препарат мы можем использовать на любом этапе назначения предшествующих трех групп препаратов они сегодня показали одинаковую эффективность и мне кажется чем раньше мы начинаем этот препарат тем больше мы получаем эффект снижения риска и госпитализации и естественно смерти когда же у пациента пульс более 80 ударов а давление превышает 120 то логично предположить что первым препаратом должен быть бета-блокатор для того чтобы снизить штату пульса менее 80 ударов далее идут блокад рин ангитензиновой системы минерал картикоидных блокад минерал картикоидных и глифлозина которые можем назначить на любом этапе назначения препаратов еще раз можно подчеркнуть это очень важно во всех рекомендациях и мы следуем в практике мы добиваемся максимального переносимых тос необходимо титровать каждый из этих групп препаратов таким образом заключая свое выступление и освещая основные ошибки введения пациентов сердечной и хронической сердечной недостаточностью нужно подчеркнуть что начинать терапию нужно прежде всего с выявлением эти логического фактора сердечной недостаточности особенно при скрытых вариантах патологии миокарда миокардиты алкогольная кардиниопатия безболевая ишемическая ишемия миокарда второй очень важный момент тоже относится к лечению это неадекватный контроль триггеров до компенсации это совершенно другая история когда на первом месте выступает нарушение диеты режима лечения психоэмоциональной стрессы препараты которые нужно избегать и конечно неконтролируемое давление острый шимия застойное понимание и третий момент это ошибки в самой фармакотерапии здесь мы подчеркнули с вами что очень часто пациенты имеет только риск сердечной недостаточности или уже имея поражение миокарда но без признаков сердечной недостаточности нужно включать препараты которые будут предупреждать развитие сердечной недостаточности обязательно обращаться к ингибиторам сартаном бета-блокатором как можно раньше для того чтобы предупредить сердечную недостаточность ну и последнее это неадекватное последовательное значение тетрадцы препаратов первого класса которым я очень подробно вам рассказал в своем докладе и подчеркнул значение эплеринона как безопасного эффективного препарата блокирующие точно блокирующие рецепторы ангитензин к альбестерон к альбестерон вам за внимание всего доброго а